Здравствуйте! Меня зовут Гасунс Марсис Юрьевич. Я кандидат в филологических наук. В 2005 году я основал общество ревнителей санскрита. И вот последние несколько лет издаю книги по санскриту. На сегодняшний день издано уже 10 книг, 8 из которых передаю вами. Много ли мало? 5,5 килограмм книг. Но это не все. Я хочу издать всего 20 книг. И поэтому повторно обращаюсь к вам за поддержкой. С помощью платформы Планета.ру Это уже четвертая книга, которую мы хотим издать с вашей поддержкой. Было собрано уже более 350 тысяч рублей суммально. В четырех проектах для четырех книг. Почерк грамматики Залезника, который, собственно, сейчас на очереди, и который я хочу издать к осени 2018 года, собрал заявленную мною сумму 19 тысяч рублей в первый же день. Благодаря участию учеников. Но это не вся сумма, которая на самом деле необходима. И мы, конечно же, можем улучшить качество издания. Ежели какие-то деньги останутся невостребованными для Залезника, у нас будет возможность направить их на следующее издание. Мы можем издать Залезника на матовой мелованной бумаге, как когда-то было издано оригинальное издание Бюллера. Очень приятная на ощупь бумага. Сама книга будет толщиной, как Бюллер, то есть 160 страниц, тоненькая книга. Значит, в очерке будут исправлены опечатки, которые были перечислены перед конспектом Залезника, который прилагался к хрестоматии Лихушиной. Очерк будет в виде репринта, впервые отдельно от санскритско-русского словаря Кочергиной, который издавался в 1978, 1987, 1996 и 2005 годах. К изданию очерка я шел с 2006 года. Было подготовлено полностью перенабранное издание, но Андрей Анатольевич опасался за опечатки, и поэтому было принято решение все же издать репринт. Репринт, именно репринт. Полагалось, что к репринту будут прилагаться указатели. Андрей Анатольевич одобрил идею о том, что необходим указатель, но окончательный вид указателя не был утвержден. Андрей Анатольевич в конце прошлого года покинул нас. Поэтому этот вопрос пока остается открытым. И указатель, скорее всего, будет как отдельная книга или как приложение к какой-нибудь другой книге, к очерку. И это дань памяти моему научному руководителю, академику Андрею Анатольевичу Злезняку. Эта книга во всех отношениях уникальная. Ничего подобного нет ни на немецком, ни на французском, ни на английском языках. Это не трактовка Панини, это сам Панини перевоплощенный. То есть полностью новый и интересный взгляд на то, что происходит в грамматике санскрита. Да, язык Злезняка не прост для понимания. Не прост. Это не первая книга для чтения, но это очень интересный взгляд на грамматику санскрита. Если вас интересует достаточно полный справочник на русском языке, то это учебник Кнауэра. Тут гораздо больше сведений, но дело не в количестве исключений, а дело в самом методе, в структурном методе описания. То есть если Кнауэр – это учебник 19 века, то очерк грамматики санскрита Андрея Анатольевича – это именно книга 20 века. Таких книг на русском языке не так-то много, поэтому пришло время пересдать очерк отдельно. Пришло время. Пожалуй, и все. Поддержите меня, и мы вместе сможем возродить изучение санскрита на том уровне, каким он был к концу 19 века. Многое утеряно, но не все. До свидания. Спасибо вам. И поддержите нас на планете.